Судебное заседание открылось под председательством судей Генрига Мессония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия. Интересы из ЦАЛХа с Аквициния в суде представляют юристы Батал Тапакуа, Гаригин Митин и Инга Габелая. Интересы ответчика ЦИК Республики Абхазия представляют члены Центра избиркома Дмитрий Шамба и Гиви Габния, а заинтересованного лица избранного президента Рауля Хаджимба Валерий Агарба. К разбирательству дела с судом также привлечены представители Генеральной прокуратуры Елена Читанава и Даур Амичба. Представитель из ЦАК кандидатов в президенты от оппозиции Алхас Аквициния, адвокат Инга Габелая, в начале заседания заявила о требовании отвода всему составу суда. По словам юриста, суд с самого начала был сформирован с нарушениями. Так как видеозапись была запрещена в ходе заседания суда, мы записали комментарий юриста по его окончании. Докладная от имени Андрея Валиковича Барциц указала о том, что в состав коллегии включен судья Оксана Пилия. О чем это говорит? Это говорит либо о том, что включен четвертым членом в состав коллегии суда, либо принят самоотвод. То есть по документам, которые имеются сегодня в материалах административного судопроизводства, административного дела, непонятно, что произошло с судьей Барциц. Был ли удовлетворен его самоотвод, а если был бы удовлетворен, в этой ситуации только коллегия. Могла бы член коллегии рассмотреть данный вопрос. Вот в чем у нас суть. Представитель заинтересованного лица избранного президента Рауля Хаджумба Валерий Агарба и представители ответчика Центра избиркома Дмитрия Шамба и Гиви Габния не согласились с этим заявлением. По их мнению, нет никаких оснований для отвода состава суда, рассматривающие исковое заявление кандидатов в президенты Алхаса Квицыния. Об отсутствии оснований для отвода состава суда заявила и представитель генпрокуратуры Елена Читанава. В течение суток Верховный суд рассмотрит вопрос об отводе состава суда. Заседание проходило в переполненном зале. Журналисты активно следят за разбирательством оппозиции и Центра избиркома. Здание Верховного суда было отцеплено сотрудниками специального отряда быстрого реагирования. Напомним, 11 сентября кандидат в президенты Абхазии Алхас Квицыния подал административное исковое заявление Верховный суд с требованием признать незаконным и недействительным решение Центральной избирательной комиссии от 9 сентября 2019 года об итогах президентских выборов. 19 статья закона о выборах президента Республики Абхазия экспертами толкуется по-разному. В ней неоднозначно указана формулировка определения победителя президентских выборов во втором туре. За три дня до повторного голосования ЦИК Абхазии после согласования с избирательными штабами решил определять победителя простым большинством голосов. После того, как стали известны итоги выборов, напомним, Рауль Хаджимбе набрал 47,39% голосов, его оппонент Алхас Квицыния – 46,17% голосов. Команда Алхаса Квицыния заявила о незаконности принятого решения.